Доброго времени суток, друзья мои, с вами Владислав. Садитесь поудобнее приготовьте что-нибудь вкусненькое и приятного вам просмотра. Друзья мои, совершенно недавно 16 мая была объявлена новость о том, что планируется введение левиафанов под управлением клан лидов в клановые бои. И это, если честно, было совершенно неожиданно. Когда мне это сказали, я, честное слово, подумал, что это шутка. Серьезно, зачем? А потом, в принципе, вышла официальная новость. И эта шутка стала реальностью. И, честно сказать, я совершенно не ожидал. Нет, как такова инициатива хорошая, правильно. Только вот вы знаете, мне кажется, пропасть между сильными и слабыми кланами после этого станет еще больше. Если, к примеру, ранее слабые кланы могли компенсировать умением и слаженностью, то теперь слабые кланы, ну, никак не смогут компенсировать умением и слаженностью против хорошего качественного левиафана. Почему? Ну, вот вам пример. Хороший опытный клан. У него, к примеру, на левиафане будет установлено 10 скорпионов, которые бьют автоматом. Поскольку левиафан будет все также находиться под управлением ИИ в плане оружия. То есть человек будет управлять движением, но вот ИИ будет управлять орудиями. Или представьте себе арту, которая стреляет, никогда не промахиваясь. По факту говоря, вы просто зашли, появились на респауне, и у вас фиолетовый радар-детектор, который убьет до вражеской базы. Все. Ваша арта сделает 1-2 залпа, и вся вражеская команда просто развалится. И вам для этого даже целиться не надо будет. Черт побери, да там один клан лид, просто всю вражескую команду развалит. И как бы вот возникает такой вопрос, а зачем это все? Не хочу быть сильно голословным, не хочу делать громких заявлений, но что-то видится мне все это очень печальным и неправильным. Вот, к примеру, вы играете пару месяцев и решили создать с другом клан. Ну, почему бы и нет. Позвали еще двух друзей, и вот вы в клане состоите в четвером. Для клановых боев это нормально. В клановые бои вы пойти не сможете. Нет, пойти-то вы, конечно, сможете, но в топовые позиции выйти у вас не получится. Потому что, когда вы будете попадать против таких же кланов, как вы, ну, новичков, которые, по сути, свои являются обыкновенным мясом, вы с ними сможете воевать наравне. Но выйти в топовые позиции, что и дает нам возможность зарабатывать уран, а это единственное, ради чего действительно стоит ходить на клан Вары, уран именно, из-за которого вы и сможете делать уникальное и дорогое оружие, так вот этот вот уран вам не светит. Никак. Просто потому что вы ходите вы со своим кланом, со своими друзьями, так сказать, в клан бой, а вам попадается левиафан, у которого стоит, ну, к примеру, на скидку 5-6-7 мандрагор. И вы только делаете газу, как вас накрывает 5-6-7 мандрагор. Накрывает точно, метко, без промаха и разносит вас в кашу. Ну, или же другой пример. Выезжаете вы в бой, а там, к примеру, 8 скорпионов. А бот не промахнется и ударит 8 скорпионами точно в кабину, игнорюя все. А теперь представьте, насколько выстрелов вас хватит на 1, на 2. Ну, 2 это реально край, да и то я даже сомневаюсь. И как бы противопоставить этому вы ничего не сможете, потому что вы только появились в игре. И меня немножечко удивляет такой подход, то есть такая еще большая пропасть. Знаете, как-то в свое время в Китае пробовали режим левиафанов, где чисто в бой заходили одни левиафаны. Но что-то режим не задался. И что-то, мне кажется, я даже понимаю, почему. Но все это, друзья мои, пока вот со стороны первого эффекта, первых впечатлений от данной новости, каких у меня сложилось, создают вот такую вот эмоцию, наверное, создают вот такое вот ожидание от этого. Однако была и вторая эмоция, а именно радость нововведения, радость того, что можно будет поугарать. То есть приятно провести время. Если забить на желание уйти в топы, ну, то есть занимать первые лидирующие позиции, чтобы зарабатывать руду, и просто посмотреть на это с точки зрения хорошего фанового боя, то все резко меняется. То есть вы действительно сможете поучаствовать в забавных занятных боях, где будет весело и позитивно. Ну, пока против вас не будут попадаться топовые хай-кланы. И, блин, вы знаете, пожалуй, я это нововведение увижу, я это нововведение вижу с положительной стороны. Почему? Ну, клановые бои лично меня сейчас особо не интересуют, потому что руда мне не нужна. Ну, то есть из уникального оружия ничего интересного для меня просто банально нет. Бои 4х4 мне просто неинтересны. Даже 8х8 для меня это мелковато, но вот как бы 8х8 это стандарт. А 4х4 колонваров это вообще грусть-печаль. А сейчас этот режим приобретет, скажем так, уникальный оттенок, которого вы нигде более не увидите. И это меня замотивирует. Ну, может быть, замотивирует сходить в колонвар и покататься на левиафанах. Так что, друзья мои, поживем, увидим. Но вообще, а вам как эта новость? Может быть, вы поделитесь своими знаниями, своими впечатлениями, своими эмоциями по поводу вот этой вот довольно-таки необычной и... Не знаю даже, как описать это слово-то. Неожиданный, наверное, это самый близкий синоним того, о чем я думаю. Новости. Спасибо за просмотр, друзья мои. С вами был Владислав. Играйте и выигрывайте. До скорой встречи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok